Приветствую снова на своем канале, меня зовут Амит, я рад, что ты продолжаешь смотреть, лайкать и поддерживать мои видосы положительными комментами. Это моя кошка Барни, и сейчас мы поговорим про то, что круче, масса или рельеф, и в пользу чего сделал выбор, собственно, я, основополагаясь на своем опыте. Давайте я расскажу то, когда у меня была масса, да, что я делал, чтобы эту массу содержать, и какие были от этого плюсы и минусы. Плюсы, конечно же, это объем, то есть ты много жрешь, тебе очень много воды задерживается, и, конечно же, начинает жать рукава, то есть тебе тесно в рукавах, и ты выходишь в город, да, вены, все торчит, и ты чувствуешь себя просто доминантной обезьяной. Ты, типа, ловишь кайф от того, что на тебя кто-то смотрит, завышает от твоей самооценки, но ради вот этого вот глупого ощущения, да, потехи своего эго, своей вот этой вот личности, да, которую ты придумывал у себя в голове, тебе приходится насиловать свой желудочно-кишечный тракт и свою нервную систему, потому что ты в зале поднимаешь большие веса на 5-6 повторений, потом происходит перитрен, и ты этот перитрен закрываешь большим количеством жратвы, то есть фастфуды, гречки, мречки, я пихал все в себя, я был как комбинат просто, мясокомбинат, понимаете? И что в итоге? В итоге постоянно хочется спать, тормозит речь, то есть когда я на массе был, я пытался записать, вот уже торможу, пытался записать видос, да, на камеру, у меня вообще два слова, они не могли соединиться, то есть я постоянно заикался, тупил, я не знал, как правильно донести свою мысль. Как только лишняя вода, лишний жир начали уходить, я смотрю, опа, мне стало как будто бы легче, во мне больше энергии появилось. Дело в том, что тестостерон, да, он лучше себя проявляет, когда меньше подкожного жира, да, и ему не обязательно иметь большие объемы. Большие объемы были за счет воды и жира в тот момент, да, и как бы просто вид такой качкообразный. Но если я не на пампе, не загружен, вот в этом массонаборном состоянии, то я выгляжу как самый простой жиробас. Что же касается рельефа, да, когда у меня только-только начал появляться рельеф, рельеф начал появляться, когда я ушел на периодическое голодание, то есть я почти не ем и расходую намного больше калорий. То есть я качаю пресс, подтягиваюсь, да, в зал пока что не хожу, но дома занимаюсь физическими активностями, да. Почему в зал не хожу? Потому что заболел, и это просто нужно переждать, это уже отдельная тема. И, короче, я смотрю, типа я становлюсь потихоньку рельефнее, да, а на видео и на камеру объемы вроде бы почти те же, да. То есть когда я был залитый, просто ощущение складывалось, что это просто какой-то жиробас, хотя силовые были намного больше. Когда же я ни хрена толком не жру, часто выполняю какую-то физкультуру, физическую активность. У меня, конечно же, объемы силовые не те, но у меня есть рельеф, меня устраивает моя внешность, это все легко поддерживать, да, и не мешает, так сказать, моей нервной системе нормально, так сказать, продуктивно работать. Еще раз я вам повторю, что почему мне хотелось спать на массонаборе. Потому что когда очень много еды, это все нужно переваривать, а чтобы это легче переваривалось, тебе надо много спать. И воздержание, и массонабор, они вообще сами по себе несовместимы, ибо когда ты много жрешь, тебя переполняет энергия и тянет сорваться, потому что еда, она тянет вниз просто твою энергию, приливает вниз кровь, и по-любому ты сорвешься. А если ты не сорвешься, то у тебя будут очень сильные головные боли, да, твоя нервная система просто не будет знать, как на это все реагировать. Поэтому, когда я был на массе, я не мог очень долго в себе это все накапливать. Но когда я перестал много жрать, когда я максимально именно зацикливался, не вообще, я даже о рельефе не думал, понимаете, я не думал ни о рельефе, я не думал ни о мышцах. Я думал о том, как восстановить свой дофамин, и просто повысить в себе уверенность, решительность, да, более грамотно говорить какие-то свои высказывания на камеру, и у меня это начало получаться, понимаете. То есть, от рельефа намного больше пользы, как и для вашего тела, так и для вашего внутреннего состояния. То есть, не только для тела польза, да, для ума, для нервной системы. Все-таки рельеф будет намного круче. Конечно, если ты предрасположен к массе, то ты красавчик. Но если ты тренируешься натурально, не принимаешь стероиды, да, то тебе вообще не обязательно много жрать и много в себя пихать, потому что у тебя не такое большое количество тестостерона, чтобы этот весь белок усваивать. Поэтому тебе достаточно даже на дефиците набирать. Многие в это не верят, потому что у них очень низкий тестостерон, и когда они вообще мало жрут, да, они вообще вот в это вот превращаются. А если ты много жрешь, у тебя низкий тестостерон, я повторюсь, это будет тебе либо в жир, либо в унитаз, понимаешь? Ты на секунду запампишься, да, почувствуешь себя качкообразным, из-за того, что вода, кровь, все приливает. Но потом все это с таким же успехом уйдет. Поэтому лучше думать всегда о стабильности и о своем здоровье. Если ты думаешь о своем здоровье и тело находится в балансе, да, то тогда тебя это вообще парить не будет должно, да? Что-то я не так сказал, ну ладно. И, типа, я еще внимание перевел свое, да, вот с этого потехи эго. То есть я отказался от того, чтобы вожгелеть вот этими объемами, да, в пользу, там, допустим, канала, саморазвития, здоровья, да, потому что почкам тоже хреново от того, чтобы большое количество жиротвы надо переваривать, да, белка усваивать вернее. И печени также, и кишкам также. И также застойные явления намного быстрее появляются, если ты много себя всего пихаешь. Вот, в принципе, такое вот видео получилось. Я, возможно, на днях сниму вообще видео со своей формы, либо трансформации, как вообще я менялся, либо же тренировки, я не знаю, посмотрим по настроению. Но спасибо всем, что досмотрели видос до конца. Если было полезно или интересно, либо вы, так сказать, хотите просто меня поддержать, можете поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!